Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Торжественное мероприятие, посвященное 8 марта, прошло во дворце спорта «Видное». Праздничная акция сотрудников госавтоинспекции. Такое хорошее настроение, прям поднялось, но 8 марта впереди, радости-то сколь, да? Музыкальная группа «Мои волны» выступила в Центральной библиотеке города «Видное». Торжественное мероприятие, посвященное 8 марта, уже традиционно проходит во дворце спорта «Видное» накануне праздника. Сотни женщин разных возрастов, девушки, девочки становятся героинями события. В этом году 8 марта отметили под девизом «Все женщины – королевы». Продолжим тему в нашем сюжете. Во дворце спорта в этот день не просто праздничная атмосфера. Сама весна пробралась в его стены и заставила творить чудеса. На глазах женщины становились красивее, и в этом им помогали опытные стилисты. Тут же руками мастеров создавались цветочные бутоньерки и вручались дамам. Оказывается, для праздничного строения многого не надо. С любви вам, тепла, уюта, понимания от близких, всего самого доброго. Вот вам дарю вот это, не потеряйте. Спасибо вам большое. Впрочем, цветок к 8 марта в виде броши можно было сделать и самому. За специально подготовленными столами – все необходимое для творчества, а рядом педагог, который научит. 15-20 минут. У детей, я думаю, что будет немножко подольше, более такая кропотливая работа. Я работаю в детском саду и как раз буду применять эти новые новшества. Каждая из дам могла сделать фото на память у яркого баннера – одна или с подругами. А те, кто хотели почувствовать себя королевами в полном смысле, делали фото с тамптоморезкой. Но чем не королевы? Во Дворце спорта на празднике, посвященном грядущему 8 марта, можно было проконсультироваться с медиками, измерить глазное давление и артериальное, а также проверить уровень сахара в крови. Здравствуйте. Добрый день. Можно провериться? Можно. Вы когда последний раз кушали? Два часа назад. Отлично. А мужчины, пришедшие на праздник, уже были готовы сказать самые теплые слова всем женщинам. Казалось бы, в слове «мама» всего четыре буквы. Но насколько эти буквы, они дорогие и близки каждому человеку. Поэтому я хочу, чтобы каждый из нас не забывал это слово и почаще звонил своим родителям и говорил, что мы их любим. Глава муниципалитета Алексей Спасский поздравил женщин со сцены, открывая тем самым торжественную часть мероприятия. День 8 марта – это некая такая возможность для женщины стать еще красивее. А для нас, мужчин, наверное, на мгновение остановиться, искупать их в волнах, в лучах любви и насладиться всем этим великолепием. Я хочу пожелать каждой из здесь присутствующих женщин, всем женщинам городского округа обязательно быть счастливыми. Обязательно становиться еще привлекательнее, обязательно чаще улыбаться, обязательно любить и быть любимыми. Отдельные слова восхищения Алексей Петрович выразил женщинам-ветеранам, которые наравне с мужчинами в годы войны и в послевоенное время сделали многое для сегодняшнего благополучия своих детей и внуков. Благодарю вас, Раиса Петровна! Виновниц торжества поздравили также депутат Московской областной думы Владимир Жук и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. А сменившие их артисты в песнях воспели красоту женщин и ту любовь, которую они заслуживают. Издали камни улыбнись, моя любимая. Татьяна Брылова, Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кушелева. Видное ТВ. Накануне Международного женского дня заметна праздничная суета. Мужчины закупают цветы и подарки для своих любимых женщин. Стараются сказать им самые лучшие и теплые слова. Даже серьезные сотрудники госавтоинспекции и те, останавливая женщин-водителей, не спрашивают документы. А, впрочем, об этом расскажет наш корреспондент Максим Козлов. Эти милые дамы только готовятся стать водителями. Но в кабинет приема экзаменов их пригласили не для проверки знаний ПДД. Тем более, что теоретическую часть все они уже сдали. Перед тестом по вождению будущих автолюбительниц, руководство и сотрудники ГИБДД поздравили с наступающим 8 марта и пожелали удачи в сдаче экзаменов за рулем. Судя по всему, теперь барышни волноваться будут меньше. Такое хорошее настроение, прям поднялось. Но 8 марта впереди, радости-то сколько. Наверное, большая радость будет, когда еще и права будут. Да, это вообще, я прям мечтаю о правах. Но этим поздравлением день у сотрудников ГИБДД только начался. Спустя полчаса машины уже припаркованы у торгового центра «Вегас». Взмах полосатой палочки и первый автомобиль останавливается. Здравствуйте, Каиленский район, капитан полиции Жаров. Разрешите в преддверии праздника поздравить вас. Да, пожелать всего самого хорошего. Это вам. Спасибо. Все, что угодно, ожидают водители, остановившись по указанию инспектора. Но только не цветы, открытки и небольшие подарки. Брелоки в виде сердечка и светоотражающие браслеты. Я знаю, что я ничего не нарушила, но думаю, с чего вдруг. Ну и как теперь настроение? Теперь отлично. Естественно, что в ходе акции сотрудники не только подарки дарят, но и напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Не нарушайте правила дорожного движения, всегда соблюдайте. Будьте предельно аккуратны, соблюдайте скоростной режим. Всего доброго. Здравствуйте, начальник Каиленского района, Боя Наталья. Хочу бы поздравить вас с отнимающим от силы. Спасибо большое. Желаю хорошее настроение, крепкого здоровья. Спасибо. Будьте в видителю, не нарушайте. Некоторые автоледи не прочь и сфотографироваться с галантными полицейскими. Эта акция, адресованная представительницам прекрасного пола, стала уже традиционной и проводится во многих регионах России. Веселое настроение у них сразу появляется, как только они нас видят с цветами. Ну, праздник, позитив. Ну и, соответственно, человек с хорошим настроением, он и водит не агрессивно, он водит доброжелательно и хорошо. Конечно, безусловно. Это главная цель. Главная цель этого мероприятия. Стереотип, что жезл сотрудника ГИБДД не предвещает ничего хорошего, постепенно развеивается. И подобные акции призваны еще раз это подтвердить. Ведь, прежде всего, задача человека в погонах на дороге не наказать, а предупредить. Вместе с сотрудниками ГИБДД, милых дам, поздравляли с праздником Максим Козлов, Сергей Ларин и весь коллектив Видное ТВ. В кругу друзей наступающий Международный женский день отметили получатели услуг Центра социального обслуживания «Вера». Песни, пляски и хорошее настроение сопровождали пенсионеров. Об эмоциях, которые женщины получили на праздники, расскажет наш корреспондент Юлия Пагасьян. Устраивать концерт их честь праздников. В Центре социального обслуживания «Вера» традиция. Фантазии у сотрудников Центра не отнять. Каждый раз различные творческие коллективы создают что-то незабываемое. Вот и накануне Международного женского дня Вере было весело и по-весеннему тепло. Поздравляем своих любимых, самых красивых, самых лучших женщин, которые к нам ходят. Мы их очень любим, так что будем для них устраивать праздник. Поздравить женщин с 8 марта в Центр пришел юный музыкант Сергей Петелин, который сыграл на балалайке. Также для милых дам выступил русский хор и хореографический ансамбль «Танцы без границ». В этот концерт сотрудники «Веры» решили добавить частичку юмора и показали юмористическую сценку. А музыкальный руководитель Центра социального обслуживания Александр Лагунов исполнил для зрителей несколько песен под гитару. Пожелать, ну, во-первых, здоровья, конечно, ну и для женщин, как всегда, всегда быть красивой, очаровательной и неотразимой. Ну, с праздником, дорогие женщины, всех с праздником. Под сопровождение гитары выступила и певица Александра Быкова. Женская часть получателей услуг Центра социального обслуживания «Вера» остались в восторге от такого подарка накануне самого светлого, теплого и женственного весеннего праздника. Концерт замечательный. Спасибо за то, что поздравили нас с таким хорошим женским праздником. Праздники весны. Пожелали нам всех всего-всего-всего, чего желаем мы сами. Самое хорошее – это крепкого здоровья. Спасибо, что нас не забывают, что нас всегда в этом доме принимают. Мы здесь и пряшем, и поем. Мы под таким впечатлением, так понравилось, вообще от души почаще в таких праздниках были. В завершении концертной части гостей пригласили на чаепитие с печеньем. Так в кругу добрых друзей женщины встретили 8 марта. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ. В Доме культуры поселка Петровская состоялось мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Для гостей праздника был проведен мастер-класс «Подарок милой маме», выставка вдохновения и концерт творческих коллективов. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Праздничное мероприятие в Доме культуры поселка Петровская открыла выставка «Вдохновение». Ее организовали женские клубы городского поселения Горки-Ленинские. Выживка гладью, батик, макраме, вязание, бисероплетение, декоративные панно и картины. Почти 50 творческих работ, представленных на экспозиции, не похожи одна на другую. Каждая выражает индивидуальность автора. Но всех участников объединяет общее увлечение – искусство создавать своими руками из обычных материалов эксклюзивные вещи. В этой выставке участвует в этом году наш клуб, как уже организатор, и клуб вдохновения деревни Белеутова. Также здесь у нас представлено несколько работ жителей деревни Калиновки и город Ленинский. В принципе, мы, конечно, будем привлекать еще и других поселений, имеется в виду наших город Ленинских. С удовольствием будем эти работы выставлять. Поэтому очень рады, что у нас такая сложилась творческая дружба. В фойе для маленьких жителей поселка был организован мастер-класс «Цветочек маме». Я делаю цветок маме на 8 марта. Мам, с 8 марта тебе. Счастья тебе. И чтоб у тебя все получалось. Я его сделала из бумаги, когда на 8 марта, чтобы маме было красиво. Праздничное мероприятие продолжил концерт по мотивам фильма «Иван Васильевич меняет профессию», посвященной Международному женскому дню. Музыкальными и танцевальными номерами порадовали жители поселка участники творческих коллективов досугового центра «Юность». Мы готовились к данному празднику очень весело, потому что праздник 8 марта предвещает весну. Мы долго готовились, детские коллективы очень много репетировали данное мероприятие. Поздравил представительниц прекрасного пола с наступающим весенним праздником и заместитель руководителя администрации городского поселения Горки-Ленинский Сергей Губанцев. Вы добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности. Вы хранительница самых важных ценностей семьи, любви, верности. Любые невзгоды и преграды легче преодолевать, когда рядом матери, жены, сестры, дочери. В этот день только вам слова благодарности. Всего вам самого хорошего в наступающем празднике. Мы готовим буги-буги, буги-баранчевая, буги-бадосы, слабая, буги-бадосы. Особое умиление у зрителей вызвали самые маленькие артисты. Малыши – участники студии «Ритмики». Руководитель кружка Полина Петрова признается, что очень переживала за своих воспитанников, потому что это их первое выступление перед большой аудиторией. Самое сложное – выйти, потому что на сцене бываем очень редко. У меня здесь три коллектива. Получается Майский детский сад, Горки-Ленинский и Петровская. Мы соединяемся в одну группу на выступление. И вот сегодня мы некоторые даже первый раз вышли на сцену. Дебют. Эмоциональные сольные выступления и зажигательные танцы стали настоящим подарком и ни на минуту не давали залу скучать. Каждый новый номер публика встречала бурными аплодисментами. Концерт подарил зрителям много радостных эмоций. А улыбки в этот вечер говорили об одном – праздник, несомненно, удался. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В один из первых дней весны группа «Мои волны» дала концерт в Центральной библиотеке города Видное. Музыканта подарили тепло своих композиций зрителям и анонсировали новый альбом. Подробнее в нашем сюжете. Вечер получился по-настоящему теплым и душевным, несмотря на то, что зрителей было немного – около 20 человек. Некоторые из гостей отмечали – концерту не хватило рекламы в городе. Однако они рады, что удалось узнать о событии и прийти. Мы были здесь на концерте два года назад. Вот как раз Павел выступал, священник, и Максим. И нам очень понравилось. И вот сегодня, в такой хороший праздничный день, с удовольствием пришли на концерт послушать новую группу. Изначально группа носила название «Отпуст». Появилась она в 2014 году и состояла из двух священников – Павла Крысанова и Максима Гортинского. Позже появлялись новые участники группы из «Прихожан» – девушки, играющие на виолончели и синтезаторе. Благодаря этому композиции заиграли новыми красками. Каждый в какой-то степени причастен к музыке с детства или несколько позже. И вот мы с отцом Максимом, с моим другом, который служит в Никольском храме поселка Володарского, решили попробовать поиграть. Ну вот и с этого примерно все началось. Многие музыкальные номера группы рассказывают о вере в Бога, однако сами музыканты хотят, чтобы песни касались не только религиозного человека. В их репертуаре есть композиции как о взаимоотношениях людей, так и, конечно, о любви. Разнообразили переходы между песнями стихи участников группы. На концерте музыкантами была представлена новая композиция «Когда спят дети», которая входит в мини-альбом «Когда-нибудь». Уже 13 марта он выйдет на всех официальных площадках. Всего же в альбоме ожидается пять тем, одну из которых можно скачать уже сейчас. Музыканты признаются, что пока и сами не знают точно, в каком стиле они играют, но уверены, им нравится делиться теплотой своей музыки с другими. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания.